Ребята, всем привет! С вами Александр, мир южского периода и у нас сегодня прокачка Дейнатерия. Давайте же смотреть и слушать, кто он был такой. Дейнатерий, он же Динатерий. Это синонимы, ребята, от английского Дейнатериум. Это вымершие животные, род больших ископаемых млекопитающих из ряда хоботных, которые появились в средине миоцена и просуществовали до раннего плейстоцена. Эти животные мало изменились за все время своего существования. Живые животные, скорее всего, напоминали слонов, за исключением того, что имели маленький хобот, и бивни у них были расположены на нижней челюсти, и они были загнуты вниз. Само название Дейнатерий состоит из двух латинских слов, которое переводится как ужасная тварь. Ну, мы помним, то есть Дейноних, Дейнатерий, то есть Дейно, Дейнос, это с латинского как ужасный. Дейнатерий является типичными представителями семейства Дейнатериевых, и эволюционировали из более мелкого по размерам Продейнатерия. Ряд хоботных, которым принадлежат современные слоны, раньше включал несколько других групп животных, кроме Дейнатериевых. Были еще Гамфотерии и Мастодонты, еще некоторые другие. Ну, до современного времени дожили только слоны. Существует три вида Дейнатериев. Самый крупный из них это Дейнатериум гигантеум, он является типовым видом, и он проживал в основном на территории Европы. И самые ранние останки были найдены на территории Румынии 2-4 миллионов лет назад. Череп был найден впервые в 1836 году, имел 1,2 метра в длину и 90 сантиметров ширины, что говорит о том, что он был существенно крупнее современных слонов. Второй вид это Дейнатериум индикум, это азиатский вид, который обитал в Индии и Пакистане. У этого вида были более мощные зубы, и жил он примерно 7 миллионов лет назад. И третий вид это Дейнатерий базоси, ну, судя по названию, да, что-то похоже, в общем-то был он у нас африканским видом. И отличается от предыдущих двух видов более узким и высоким черепом. Появился он в начале позднего миоцена и существовал после того, как остальные виды вымерли. То есть он был последним, примерно миллион лет назад еще встречаются его останки в Кении. Собственно говоря, сами Дейнатерии были довольно большими хоботными, которые были в длину от 3,5 до 4,5 метров и весили там от 5 до 12 тонн. То есть могли быть в три раза тяжелее слона. Дейнатерии являются вторыми по величине самыми крупными млекопитающими, которые когда-либо бродили по земле. То есть на первом месте у нас находится семейство носороговых, индрикотерий. Он относится именно к носорогам. Это самые крупные млекопитающие. И также некоторые мамонты могли быть примерно размером с Дейнатерия. Ну, а в целом, в общем-то, Дейнатерии находятся на втором месте. И в среднем были крупнее мамонтов. И встречать их можно в фильме «Прогулки с чудовищами», а также в игре Дейнатер Дейдли Шуэрс. Там тоже на них можно поохотиться. Так, ну, а теперь давайте его... У-у-у, так, 7-7. Значит, у меня, ребятки, не хватает еще одного. А если не хватает одного, значит, он где? Он здесь. Так, этого я вырастил, чтобы продать. А этого нужно собрать. Вот такой вот у нас второй по величине крупнейшее млекопитающее. Хоботный. Хоботный млекопитающий. Так. Ну, и давайте сейчас будем их... Качать. Так, 10 уровень. Так, ну, вот надо всех по-быстрому сейчас качнуть. Я, кстати, 28 миллионов или 20 миллионов еды вы... Ну, в гавани прикупил за 50 миллионов монет, как можете увидеть. Сейчас, кстати, нужно будет потом восполнить все запасы. Так. Давайте сначала всех покормить надо. Начинаем эволюцию. Так, как там у нас слоник плавает? Довольно прикольно плавает. Так, у нас же там были изменения, что можно... Два, 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 два. Два животных эволюционировать, по-моему. Что-то такое, что-то я не замечаю каких-то изменений в лаборатории. Очень толстый у него такой хобот в начале, но он короткий. Мы это уже знаем. Так, давайте сравним. На первом уровне 250-81, а там вот 389-122. Ну, почти в два раза слоник прокачивается за 10 уровней. Так, нам нужно, как обычно, сделать два боя. То есть, сначала мы сходим в бой 30-20, 10-ым, наверное. Так, отлично. Так, на двадцатом 666-208, а тут 500. Ну, как-то разница небольшая, но с 11-го уровня разница небольшая. Так, сейчас будем сравнивать на 30-ом уровне, но у нас обычно 10-ый, 20-ый, 30-ый. Это всего лишь там меняется окраска. И только на 40-ом уже там что-то там. Рога, копыта, шерсть, клыки добавляются. Так, вот такие вот, в общем-то, у нас получились слоники. Ну, разницы... Ну, почти нет. Пятна только стали толще. Так, сейчас мы возьмем этих три наших слоника. И пойдем... Сражаться. Так, давайте его погладим. Ну, кричи. Забавно. Хорошо, хорошо. Какие у нас показатели? Давайте запомним. 666-208 и 1000 на 300. Ну, слабовато как-то, слабовато. Погнали. Погнали сражаться. Так, у нас тут, наверное, ничего интересного нет сегодня. Это хорошо. Ничего мы не пропустим. Так, ну, куртим. О, искать их далеко надо. Удар 300, удар 200, да? Так, и при том, нам нужно найти сначала... Сначала... Сначала тех, что под 200 бьют. Очень слабенькие получились они. 200, 200... Где это? Так, на уровне редких, да? Ищем еще одного. С силой в 300. Где же ты спрятался? Так, я уже мамонта тут нашел. Вот. Ну, погнали. Надеюсь, нам не попадутся пещерные твари. Ну, тут редко попадаются. В основном динозавры. В основном динники нам попадаются. Нам попался пещерный. Это вообще шикарно. Точнее, степной. Так. Вот так выглядит наш динатери против престозухов. А престозух чертовски силен против нас. И жизни больше. Ну, давайте вот так. Наше секретное оружие находится на третьем месте. Он проатаковал по полной, да? У нас брат-близнец. Блин, а сколько нужно бить? Рассчитывал все-таки на три. У-у-у! Лабиринтозавр какой. Здоровенный. Да, с зауроподами, конечно, не тягаться. А вот с Трицератопсом легко. Камнями его забросаем. Б-камни отскочили от брони. У него пять. Атакует на четыре. Отлично. Атакую на два, и все. Лабиринтозавр пал. И фарараксу ничего не светит. Будь ты даже келенкиным. Ты проиграешь. Я его за один удар убиваю, потому... Просто атакуем. Вот такой вот у нас уродливый слоник. Но очень сильный. Красивая заставочка. И идем сейчас докачаем слоника. И еще сделаем один бой. Вот сюда нам нужно... Атакуем. Аааа. Ааа. Снижение. Ааа. Ааа. Страхуй. Ааа. 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 готова не незамедлительно делаем 40 слоника очень как-то много денег пришлось потратить вот такой вот у нас динатери он в общем то какую-то полушубок приобрел 1200 на 378 очень он слаб но не знаю почему таким слабеньким сделали они-то в целом посильнее мамонта так но обычно легендарные ребята 1400 даже тирекс намного его мощнее получился вот так вот он у нас выглядит ну покрылся немножко шерстью да и все хотя на картинках он в основном без шерсти то есть на всяких имитациях но такой вот у нас слоник тогда давайте сейчас еще прочитаем что про него пишет так в переводе с латини означает ужасный зверь я это вам уже сказал это гигантское млекопитающее похоже на современных слонов но его хобот был короче вообще прям с википедии судором при росте четыре с половиной метра и весе 8 12 тонн динатери в два раза тяжелее современного слона ну 45 да это максимальная его высота была а у собственно говоря у слонов примерно такая же высота на самом деле сейчас но только они были как-то по компактнее получается 812 по есть там и пять четырнадцать всякое бывает зато кнопки сейчас нажимается ребята после обновления как-то четко как и у современных слонов у динатерия череп обманчиво похож на человеческий возможно на 1 и в средине века заменелости вдохновили людей на создание мифов о двуногих гигантах ну и чё-то я как-то не заметил что он на человеческий сильно похож возможно динатерии охотились первобытные предки современных людей археологи часто находят их кости вместе ну просто люди убивали динатерия съедали его одной из костей всякую ерунду творили которая была в ночь и у нас шипы появились шипы появились на бивнях но по-моему бивни нужно было сделать большими ну как так можно было сделать вот у мамонта у мамонта сделали же большие бивни ну вот почему нельзя было сделать большие бивни у динатерия вот скажите и сделать его как-то посильнее что ли ну вот смотрите мамонт вот обычные бивни да вот как он был в реальной жизни да а вот сороковую смотрите какие трехэтажные бивни вот это было круто что-то они как-то пожлобились так ну а мы идем делать еще один бой так у нас там мамонта кстати тоже бы хотел взять а лучше бы чтобы нам попался конечно мамонт так вот есть 20 мамонт 20 мамонт блин он чертовски крепкий так вот вот тут должен быть наш динатерий вот он только только вот здесь ребята у нас появился динатерий вот такие вот дела так ну что давайте еще кого-то здесь возьмем ну и пусть будет дайна хея так 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 ну в общем то а он сейчас подменится нет не подменился очень даже зря а я его сейчас не буду атаковать слышно даже в наушниках как он ходит как мамонт ходит ребята так рискую два в защиту поставил целых так это уже нехорошо так так но он баллы не накопил это радует у него 5 давай инда раптор спина раптор инда раптор так у него по нулям отлично это был первая жертва нашего динатерия а в притирочку ребята так диплодок у нас не сильно вкачанный он нас хоть тут не завалит сейчас ну анкелодок в смысле блин да он меня убить может за два удара это будет обидно хух три молодец так тогда динатери сейчас валит анкелодока а да и нахер разберется с мегатерием вот такой вот у меня план на 3 атакуй так мегатери смотрите как-то по размеру не особо уступает слону что там ну динатери когда они немножко не пропорциями собрали хотя гигантские ленивцы были тоже чертовски большие давай порви его в хлам когти наши когти стали все таки вышли победителями в битве у ленивцев же тоже гигантские когти как и у всяких терезинозавридов конечно не терезинозавр но тоже когти есть так получаем свою соточку переходим к нашему слонику ребятки и на этом я с вами прощаюсь всем кому понравилась данная серия не забывайте ставить пальчик вверх рассказывать своим друзьям обязательно подписаться и поставить колокольчик ну вы все в курсе короче с вами был александр до скорых встреч 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 Продолжение следует...